Что я могу сказать? Собрали мы 22 игрока, Андер 15. Собрались мы на тренировочной базе в Адловой воду 23 числа по 27, потому что 28 у нас будет игра в Стамбуле со сборной Турции этого же года. 99 и Андер 15. Игра будет 28 и 30 января. Две товарищеские игры в Стамбуле. Собрались и собрали 22 игрока. Все вроде бы здоровы. Только два человека заболело. Но несчастно в сборах, а до этого они болели и не смогли приступить к тренировочному процессу. Поэтому мы решили их не брать в эту поездку на эти две товарищеские игры. Это Домашкан и Пастика. Поэтому вот и... А так в основном всех, которых собрали 22 игрока, пока здорово, все нормально и ребята тренируются. И пытаются доказать, что достойный поехать в Турцию на эти две товарищеские игры. Задача на эти два матча проверить. Впервые, наверное, собрали этот состав? Ну, это... Да. Состав не совсем впервые. Это был собран немножко раньше, потому что это ребята 99-го года. Они играли в Швейцарии. В отборочном туре, правда, с другим тренером, с Вадимом Борцом. Процентов на 80 состав состоит из тех людей, которых вызывал Вадик Борец, Вадим Борец. Поэтому... Ну, задачи какие? Ознакомиться с ребятами, понять, чего мы стоим, что мы можем и можем ли мы вообще что-то. И, в частности, и наш тренерский штаб, и ребята, которые находятся под нашим руководством. Поподробнее о тренерском штабе. Кто помогает главному тренеру? Помогает мне Андрей Александрович Мацура, помощник мой. Тренер по вратарям это Романенко Денис Геннадьевич. Ну, и врач, и массажист. Вот это весь тренерский штаб, который поедет в Турцию и будет готовить команду к этим двум играм. Да, Варок Андре Бер, пожалуйста, вопросы. А, Сергей Берн, вопрос такой. Как Вы ощущаете себя в роли тренера? Ну, это, конечно, новый опыт для меня. И, конечно, немножко я чувствую себя, как бы... Ну, нельзя сказать, что неловко, но так, немножко непривычно. Скажем так, я чувствовал себя более комфортно и увереннее, наверное, в роли игрока, чем тренера. Поэтому, конечно, это для меня немножко новое. И есть, конечно, кое-какие вопросы к самому себе. И поэтому, как говорится, всегда когда-то надо начинать первый раз. Но пока немножко так, некомфортно, скажем так. Волнуетесь перед этим первым матчем? Да прямо как такового волнения нету. Просто волнение только перед тем, хочется увидеть, чего мы стоим. Вот это, как бы, наши профессиональные качества. А так сказать, что... Волнуюсь как тренер. Я единственное, что могу сказать, что будет очень тяжело. Я думаю, что в этой фразе будет все сказано. Волнуюсь я или нет, как говорится. Я думаю, что будет очень тяжело, поэтому... Поподробнее я могу рассказать, думаю, после этих двух игр, что и как. А так сейчас сам... Говорю, просто единственное то, что новый опыт какой-то. Или как такового опыта нет, но какая-то новая стезя, которая как бы... Есть шероховатость и поэтому... Изучили ли вы соперника, анализировали вместе с ребятами? Соперника нам не удалось изучить, потому что мы давали запрос в Федерацию Турции. Они говорят, что так же они собираются, как и мы первый раз. Ну, я не знаю, это объективно или нет. Но люди не поделились с нами информацией, сказали, что они так же... То есть это, по ихним словам, будет одна из первых игр с нами, то есть для сборной Турции. Посмотрели просто свою игру, но не с командой. Я со своим тренерским штабом посмотрел игру, где ребята играли в Швейцарии с Исландией, Исландия-Молдова. Вот единственное, что пока ребятам ничего не показывали и вот и все. По какому принципу выбирали ребят из Исландии? Какими качествами должны обладать двористы, которые здесь в своей стороне не могут быть? Ну, если объективно, пока не удалось именно чисто профессионально. Как бы хотел тренер, любой тренер, то есть посмотреть игроков прежде всего в деле, потому что, видно, это связано было немножко с этими новогодними праздниками, то, что у людей были каникулы, то есть школы выходили в отпуск. Ребята где-то там с 25 чисел по 9 января как минимум. Ну, я знаю, вот школа Зимбру, она где-то с 25 числа по 9 января, она только 9 января вышла из отпуска, Буйканы 5 января, Шариф вообще вышел 15-го. Поэтому в основном очень тяжело было просмотреть прежде всего игроков, потому что игр как таковых сейчас нет, ни чемпионат, и ребята не участвуют ни в каких турнирах. Единственное, я посмотрел только 99-й Зимбру, он играл товарищскую игру там в своей школе, правда с 2000-м годом, и на Буйканах посмотрел, Буйканы, они выступают сейчас на турнире Радаутсана, и вот их так, то есть две игры как-то в основном ориентировался просто на список Вадима Борца и на людей, которых он брал в Швейцарию на эти отборочные игры. Вот в основном так. Продолжение следует...